Короче, я не блогер. Я ненавижу практически всех этих говноблогеров. Меня попросил записать это видео мой друг, вот этот тип. И ещё вот этот тип. Снимай. Снимай видео, и ты добьёшься успеха. Я самый большой фанат твоих видео. И, в общем, ещё несколько типов. Также я решил сделать канал на ютубе. Если попрёт, буду делать это дальше. Если мне не понравится, что-то буду делать дальше, как и до этого делал. Две недели назад я переехал из Германии в Австрию. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИ. Вот это Германия. А вот это Австрия. А вот это речка. А это я. Начинаю здесь работать. Ищу сейчас квартиру. Сейчас я живу в квартире, которую мне предоставила фирма. Эта квартира находится в отеле. Сейчас покажу. Вот моё окно. Дон старый. Здесь очень узко, тесно и низко. Короче, вот потолок. Вот я. Ну, типа, вот я. Вот потолок. Видно, да? Видно, что очень-очень низко. Смотрим дальше. Это ещё не всё. Вот вход на кухню. Так. Смотрим, значит. Чтобы зайти на кухню. В каком положении это происходит. Вот в таком. Вот как бы вот так ты бачком заходишь, потому что очень узко. И вот ты, значит, оказываешься на кухне. Вот ты стоишь на кухне и всё. Как бы всё. И вытяжки здесь нет. Опять же, выходим из кухни. Практически то же самое и с душ. Самый-самый-самый-самый и с душ. Так ты заходишь в душ. Смотрим дальше. Кабинка. Предположим, ты типа идёшь мыться, правильно? Вот ты заходишь такой. Вот ты стоишь в душе. Вот душ. Вот твоя голова. Как мыть голову? Это плющ. Начал создавать каналы, понял, как же сильно я люблю Инстаграм. Очень сложно. Не сложно заметить, что интерьер моей комнаты не сильно поменялся с тех пор, как я переехал. Я уже, честно говоря, задолбался жить бок о бок с этой ДСПшной мебелью. Поэтому я сейчас ищу квартиру. По возможности хочу найти какую-нибудь реально красивую. Я готов даже немного больше там платить, чтобы было приятно жить. Единственное отличие жилья во Фрайберге и здесь, это то, что когда ты просыпаешься с утра, никто не обкладывает тебя в х**. Никто не бракует над тобой, навешивая на твою дверь кофеварки или типа того. Никто не ломится в конференц-раум, когда ты встречаешься. Никто не орёт, когда ты пытаешься уснуть в 10 часов вечера. Никакие уроды-мутанты не тусуются около твоего подъезда. Сейчас я живу у деда с бабкой. Они держат этот отель. Бабку, кстати, зовут Эльфи. Короче, я их уже задолбал. Я какой-то супер беспокойный жилец. Всё началось с того, что я попросился вписаться к ним на два дня раньше, чем это положено. Потом я у них просил утюг, гладильную доску, потому что у меня всего этого нет. Я просил постирать мои вещи. Там килограмм 10, наверное, я привёз с собой из Фрайберга. Она всё это со скрипом сделала. И сейчас мне опять нужно постираться. Четыре рубашки, которые я ношу в течение недели. Трусики-носочки. Она явно не в восторге. Я уже её попросила об этом. Ну вот, жду, короче. Также у меня перегорела лампочка. Я не смог её выкрутить. Да, я не смог выкрутить лампочку. Там просто всё было сломано нахрен. Вот и всё. Поэтому я тоже обращался к ним. Потом мне ещё нужен был листок для регистрации. Она тоже не знала, что это такое и что мне нужно. И я, короче, долго к ней ходил и допытывался этого листочка. В итоге она мне его дала. Потом я дважды у неё спрашивал, где находятся контейнеры для мусора, потому что с первого раза не понял. Сейчас у меня следующая проблема. У меня потёк холодильник. Я не знаю, что с этим делать. Я сейчас пойду к ней спрашивать вообще, что, как. Халло. Халло. И красиво уложено. А в этом пакете нижнее бельё. Типа они даже сложили по цвету носочки вместе. Это очень неловко. Сейчас начинается то, что я ненавижу больше всего. Это воскресная глажка рубашек. И да, у меня нету чайника, поэтому я кипячу воду по-советски. Сейчас с бабками небольшой разлаг. Почему разлаг? Потому что у меня дешёвый аналог Нателлы. Почему небольшой? Потому что у меня есть Нателла. Сейчас здесь закипает вода на кухне. Примерная температура в этом помещении, в маленьком, в градусах, наверное, 100. Ещё я стою под лампой, вот. А ещё дикие трудности с языком. Я уже в Германии два года. До этого я ещё куда-то четыре, наверное, или три учил немецкий в России. Но сейчас я абсолютно не понимаю никого из австрийцев. Если кто не в курсе, есть диалекты в немецком языке. В зависимости от земли в Германии. Так вот, до этого я жил в Саксонии. Уже за два года привык понимать там людей. Но здесь это сейчас для меня как украинский, для русского человека. Поэтому я постоянно переспрашиваю раза по три, по четыре, пока они уже на хохдойче мне не объяснят, что происходит. В воскресенье отправился на прогулку. Блин. Меня некоторые чуваки прям восхищают, которые путешествуют в одиночку. Я даже за некоторыми слежу на ютубе. Но недавно понял, что это вообще не для меня. Это ужасно, когда тебе не с кем просто делить свои впечатления. Да и вообще, когда ты один. Я, конечно, аутист, но одному вообще не в кайф. Возможно, если ты живешь с кем-то, то иногда тебе и хочется побыть одному, куда-то уехать, уйти. Но сейчас гулять не хочется одному. И при этом не хочется одному дома сидеть, потому что это еще хуже. Вот я монтирую видосы, но материал заканчивается, как бы иного ничего нет, потому что я сижу дома. Короче, это замкнутый круг. Сейчас встретил мужика, он там рыбачит. Руссия – это самое главное странное. И я должен сказать, что Руссия имеет хорошие Seiten. Вы видите в теле, я думаю, что это даже маленькая карта. Пообщались с ним, он мне оставил свой номер, рассказал, если что, какие-то вопросы. Просто мне сейчас нужно искать квартиру, машину. Я абсолютно новый человек в городе, у меня нет ни друзей, ни знакомств, ничего. Но теперь есть номер этого деда, который здесь рыбачит по воскресеньям. Главное отличие, визуальное, которое я заметил в Австрии, в отличие от Германии. Когда я приехал в Германию, я заметил, что люди стараются делать так, чтобы все вокруг было красиво. Так вот, когда я приехал в Австрию, я понял, что здесь люди хотят этого больше, чтобы было еще более красиво. И это проявляется во всем. В моем городе это, конечно, не так ярко выражено, потому что это просто какая-то окраина жизни. Но в городах чуть более населенных, ну типа там Вены или Зальцбурга, это чувствуется гораздо сильнее. Плюс к этому добавляет, конечно же, ландшафт. Это нереальные горы, очень красиво, озера, Альпы. Это видео чисто пробное. Возможно, позже, если это попрет, и если это зайдет и понравится, то я буду делать уже со вставками типа таких. Я не особо люблю говорить и считаю, что пусть лучше таким форматом видео занимаются те, у кого это хорошо получается и кому это нравится. Помимо этого, мне кажется, немного тупым ходить и разговаривать со своей камерой. Я еще не разобрался со своим стилем и общей оболочкой, знаю только, что мне не нравится режим селфи и вообще отсвечивает своим лицом. Но я пока просто не понимаю и не знаю, как можно по-другому. Плюс я не определился до сих пор с аудиторией. Я имею в виду немецкая или русскоговорящая аудитория. Просто если немецкоговорящая, то мне нужно под каждым видео делать субтитры. А я терпеть это не мог, еще когда делал субтитры для влогов про путешествия. Мы с Серегой пошли, говорим, кто здесь главный? Директор кафе, нам зовите. А тут в таком формате с таким количеством текста. Мне, кстати, всегда помогало с переводом root. Но сейчас мне элементарно неловко и неудобно ее просить проверять 10 минут текста. Поэтому это видео пока что только на русском. Еще раз повторю, я делаю это только по просьбе своих друзей. А дальше посмотрим.